Песня 21 снова в эфире. Здравствуйте, друзья! Начинаем нашу программу. Не скрою, что я очень счастлив, что очередной раз с вами встречаюсь, хотя пока никого не вижу там. Кто-то подключился, оформляйтесь немедленно. Елена Пенчук помогает мне, как обычно, наш звукооператор и режиссер видео. И пока вы собираетесь там в кучку, я вижу... Светлана Соколова, Света Соколова, Света, привет тебе! Владимир Рустав, Леонид Сенцов, Лёня, привет! Я думаю, сейчас Лёня стоит с гирей. Я вообще восхищаюсь, как Лёня, с гирей и с девушками. Два девушки, и гири, и гири. Он тоже с девушками, но он красит белее. Хорошо, песня 21 есть. Песня сегодня, сегодня день вообще замечательный. Сегодня, а, день поэзии. Причем, день, он был открыт в честь Вергилия, где-то осенью. Потом переименовали этот день поэзии, очевидно, в честь Александра Моисеевича Городницкого. Но это попозже скажу. Сегодня день рождения Вероники Рязанцевой, моей замечательной ученицей, в общем, моей примы, моего театра. Сегодня день кукольника. Вячеслав Балясников, привет! Вероника Рязанцева смотрит. Ага, Вероника, привет! Я надеюсь, что сказку вы тоже смотрели, которая была полчаса тому назад, если вы не смотрели, то вы смотрите в записи. Мы поздравляем тебя, Вероника, с днём рождения. Весь векас тебя поздравляю с днём рождения, только весь векас, весь мир, вся вселенная тебя поздравляю с днём рождения, потому что она отзывается на всякое наше воздействие. Итак, пора ли петь песни нам? Андрей Волосов, привет, эксперимент. Привет, Андрей. Так, народ собрался. Значит, сегодня, ну-ка я, как обычно в нашей программе, пою одну единственную песню из своего репертуара. Надеюсь, когда-нибудь спою все-все-все, наконец. И надеюсь, в одной из программ будет ваше любимое. Сегодня я исполню такую пародию. Это будет поздравление Александру Моисеевичу Городинскому с днём рождения. Потому что лучшим подарком для артиста, это когда на него пишут какие-то пародии. Вот на него писал в своё время Александр Юрий Алексеевич Кукин на его Атлантов. Вообще, Александр Моисеевич Городинский это глыба, это певец империи, это он и учёный, и поэт, очаровал весь белый свет. И, естественно, все мои друзья, большие тоже друзья, там, скажем, даже Лариса... Ларик. Дмитриев. Ларис, да. Заслуженная Лариса Дмитриева. Борис Вишневский, политик, да. Максим Резник. Все наперебой его поздравляют, Александра Моисеевича, с днём его рождения. Я решил не... Не оказаться в стороне. Потому что, на самом деле, судьба у Александра Моисеевича, вот он прожил, и дай Бог, ему здоровье уже целых 85 лет. Вот. Но в самом начале его жизнь была под большой, большой угрозой оказалась. В самом начале это было, когда он ещё не был, а Александром Моисеевичем, он был Сашенькой Городницким. Маленьким мальчиком, который оказался в голодном, холодном городе Ленинграде. Вот сейчас. Открыть бумажку там. В голодном, холодном городе Ленинграде. Под бомбёжками. И это было... Он был обречён, по большому счёту, на смерть. Для молодёжи, мало ли кто, с этим фактом не знаком. И вывез из этого ада, холодного, голодного, где круглым лежали трупы, вывез из этого ада, рискуя жизнью, на какой-то полуторки, его водитель. Обыкновенный какой-то парень, который, наверное, сейчас уже и не живёт на белом свете. Вот что я подумал. Жили мы тогда, жили они тогда, в советской стране. И это был советский солдат. И он мог оказаться по национальности, кем угодно. Он мог быть русским. Этот солдат, который вывез Сашу Городницева. Он мог быть белорусом. Он мог быть казахом. Он мог быть грузином. Этот солдат, который спас Александра Моисеевича. Он мог быть татарином. Он мог быть, друзья, украинцем. Даже такое ощущение, что вероятность того, что этот солдат, который спас Александра Моисеевича от смерти, верность к гибели. Процентов на 30 вероятность, что он был украинцем. Украинцем. Вот поэтому я заканчиваю свою вступительную речь и пою эту песню, пародию моего песни. Воевали геройские деды, много, эх, пана завоевали. Много крови ушло, что воды. И границы, как шлюки, гуляли. Натерпелась земля от людей. И сжигали ее, и бомбили. За идеи, и так, без идей. Покалечили и поделили. За идеи, и так, без идей. Что осталось, то и поделили. А потом шли года из руин. Города поднимались, воскресли. И казалось, что мир стал един. Навсегда и для всех. Только если. Другой поднялся один, деловой. Ни к чему результаты, от Роски. Севастополь вернется домой. Этот город достанется Роскин. Севастополь вернется домой. Он вообще по зарез нужен Роскин. О май год. В смысле, боже, что мой. К Миксберг закричал по-немецки. Их это хаос. Я желаю домой. Их биндожи, а не русско-советский. И курил и смеканули. Ура! Начинаются перезагрузки. Нам в Японию то же пора. Не совсем она в Роски. Готовские. Все хотят возвращаться домой. А курилы совсем не русские. И когда вдруг сосед приварел. Влезли в дом по-чекистке, как воры. И устроили в нем передел. И открыли тот ящик командоры. Подожгли пролетарский Донбасс. Чтобы Путин в Крыму был не русский. А лукавый. Но это столько раз. Повторял. Севастополь стал русским. Льется кровь. Потерпи ты хоть раз. Нет, а он. Севастополь стал русским. Берешей Карельский сказал. Я когда-то выращивал зерна. Ухожу. Где финляндский вокзал? Надоело быть с балкой позорной. Пусть не тот темперамент и пыл. Все покрали бандиты, чекисты. Я ведь раньше в Финляндии был. Ухожу. Мать отмоет почистить. Халвеки. Халвеки вас тери. Мать Финляндия примет почистить. Лишь Аляска тревожно. Глядит. Озирается хмуро и крибо. Вот тюхол. Чтобы правил бандит. Не к чему перспектива. Мы просили с немытая Русь. Вам бесправые долгие лето. Я к рабам ни за что не вернусь. Возвращаться плохая премьета. It's a bad life. Я к тебе не вернусь. And goodbye, Russian. Долгие лето. Маски сняты. Под гином воровской. Рвут пираньи твое побережье. Крым ты смотришь с нерусской тоской. Вспоминая, как было все прежде. То ли сон, то ли еб, то ли бред. Задом трон одержательный. Витязь. Заявил до дня. Денег нет. Мы истратили все. Выдержитесь. Нет зарплат. Пенсии нет. Всем привет. Не хватает самим. Выдержитесь. О, Россия, великая страсть. Все, что деды когда-то украли. Мы обязаны переукрасть. Ты без этого сможешь едва ли. Пока шел ты домой, дорогой. Совесть честью своей торговала. Севастополь вернулся домой. И вокруг огляделся устало. Севастополь вернулся домой. А Россия, похоже, не стала. Еще раз поздравляем Александра Моисеевича с его юбилеем. Желаем ему, чтобы все было хорошо. Чтобы снились ему хорошие сны. Просыпался с хорошим настроением. Еще, чем знаменитые сегодняшние дни. Сегодняшние дни еще знамениты тем, что закончился у нас цирк с конями. Под названием, так называемые выборы у нас прошли. И они показали, что действительно истощилась земля-то русская. Как-то так получилось, что за 20 лет и 140 миллионов мы не можем выбрать альфа-самца. Чтобы возглавил нашего вожака. Чтобы сменил вожака-то на посту. Тяжело ему, нашему главному менеджеру. Альтернативы-то нет. Нет нормального альфа-самца или альфа-самки, что мог поймать хорошую щуку. Найти быстренько амфоры. Возглавить косяк журоблицу. Вот даже не знаем, что делать, если не дай бог. Если вдруг чего. На этом Песня 21 с вами прощается. Ждем вас 12 апреля на нашем концерте. В клубе Венила Скай в Санкт-Петербурге. Долгожданная встреча с Михаилом Новицким. Это будет альфа-самецкий концерт. Вот заодно можете подсказывать, чего вы хотите услышать на этом концерте. Билеты уже можно сейчас предвести заранее. Со скидкой и с гарантированным местом. Чего еще хотел сказать. Да, Михаил Новицкий. Ирина Финчук. Песня 21. До новых встреч. Делайте перепосты. Следующий эфир у нас планируется в субботу. В субботу. Так что, готовьтесь. Да. Пока. Пока.